Итак, клапаны все установлены, клавиатура выровнена. Следующий шаг, ну это чисто так, мне надо будет соединить левый полукорпус, правый полукорпус, шпильки поставить, можно будет попробовать компрессию. Ну это чисто так, а потом заняться резонаторами, то есть очищать планки, переклеивать влаги и заливать. Вот это следующий ход, а пока все, да. Вот так как-то работа движется. Итак, баян восход, басовый резонант, это первый резонант, который будет разбираться, очищаться и заливаться свежей мастикой горячей. Вот, переклеиваются будут залоги, которые отвисны. Вот, внутренние тоже будут доступны и можно будет спокойно с ними работать. Итак, приступаем к резонаторам. Все. Итак, очищенный басовый резонант, очищенные планки и переклеенные залоги. Теперь следующее видео. Как будет залит. Ну, все. Потом будет басовый, в смысле как басовый, басовой части, полукорпуса басового, с левого полукорпуса аккордовый резонатор. Вот так, чтобы будет очищен и перелесен все. Продолжение. Восход ленинградской фабрики красного партизана. Еще не установлен, просто он стоит. Это басовый резонатор. И вот, планки залиты. Переклеены залоги. Тоже будет сейчас. Лайка поднята. Потому что она прижата, но как голова. И вот того тоже. И потом поставлены, закреплены. И левый полукорпус. Ну, там, правда, ремень еще. Механику надо будет проверять. Уже по звучанию, что там все набирается, нормально или нет. Вот. И можно делать правый резонатор. Все. Так, установлены. И вот момент есть один. Видимо, мне придется столярный клей развести на паровой бане. Ну, не сейчас, а в принципе, потом. По завершении всех работ. Уже инструмент будет собираться окончательно. И здесь пройти раствором. Вот. Потому что трещинки весь по периметру шов. Он, как бы, в трещинках. Ну, конечно, держит. Вот. И компрессию он держит. Но, тем не менее. Можно даже, в принципе, было бы горячей водой пройтись. Ну, кисточкой. Вот. Но я думаю, что лучше, конечно, сделать клей. Вот. Не очень густой. И пройти. Можно ПВА-шкой, но они не совсем. Они контачат друг с другом. Вот. Так что лучше развести. Там количество-то нужно небольшое. Ну, вот. Как вот так вот. Для начала. Потом будем пробовать. Что там у нас. Нет каких-то огрехов. Потому что и в процессе заливки где-то голос мог сместиться. Вроде будет задевать. Не знаю. Посмотрим. По звуку будем смотреть. Вот. Ну, теперь, как я уже сказал, правые резонаторы также. Будут разбираться, делаться видео. Разреваться. Да. Бывает, что в резонаторах там огрехи какие-то. Где-то трещины появляются внутренние, которые так не видно. Вот. В дереве. В стыках и так далее. Вот. Ну, ладненько все. Итак. Небольшое видео. Это первый из трех резонаторов. Справа упал корпус. Он почти залит. У него не залит ни с одной стороны, ни с другой. Верхний, так сказать, ряд. Верхний. Потому что гвоздики, которые здесь были, крепили дополнительно планочки. Они были забиты между планками. Там трещины в окнах. Вот. Я постараюсь сейчас миллиметровым сверлом проселить отверстие вот так по серединке сверху. Я посмотрел. Здесь вполне это можно сделать так же. Вот здесь вот. И с той стороны так же. И потом уже поставить гвоздик и залить уже до конца. Он будет сделан. Ну и так же, видимо, придется на втором и на третьем резонаторе правого полу корпуса. Таким же образом поступить. Вот это мне не нравится. Очень далеко. Ну, в общем, короче, я пересылю дырочки, где это необходимо. Все. Довеск. Вот видно просверлено. Где-то двойные получились. Но там все равно будет заливаться слой мастики. Поэтому он их закроет. Вот. Таким образом. Ну и с той стороны так же. Вот. Таким образом. Сейчас гвоздики я наживлю чуть-чуть, чтобы мастика проходила, горячая проливалась. Потом они туда зайдут до конца, будут забиты, выдавлены точнее. И потом еще поужин один слой мастики. Ну все. Второй резонатор. Аккордеонный восход. Как видно верхний слой, ну верх не залит. Верх планок. Вот. Пересверлены. Почему? Потому что, во-первых, где-то были трещины. Это первое. Во-вторых, как видно, некоторые прям далеко стоят. Ну и в-третьих, гвоздики вынутые уже не так хорошо держатся. Вот так. Вот трещинки. По идее, надо бы слева просверливать. Но почему? Потому что там верхний брусок, который в резонанторе идет, он конечно идет под наклоном. То есть слева немножко он потолще. В левой части или сверху в левой части планки. Каждый. Вот. Там больше. Ну, миллиметровое СРО, в принципе, было нормально. Здесь вообще дырочек не было, потому что забиты были в эти, в окна прям. Вот. Так что остается положить верхний сверху двойной. С одной, ну как двойной, двойной с этой стороны, двойной стой. Вот. И заняться третьим резонатором. Вот так как-то. Всё. Третий резонатор. Восход. Вверх тоже я пересвернял отверстия. Вот. И с этой стороны так же. Сейчас поставлю гвоздики. И это. Залю верхний ряд. Вот здесь снизу не залил, режу. Короче, сейчас его еще заливаю. Ну ладно. Просто решил видео сделать. Всё. И так, по продолжению по третьим резонаторам. Залит депланки полностью. Вот. Одна, вторая сторона. Теперь надо поставить его в полукорпус. Там два уже. Первый, второй стоит. Вот. Тогда можно будет попробовать регистровку. И по тюмеру проверить строй. Где будут какие-то большие отклонения. Подточить. То есть настроить. Полную настройку я предполагаю, что я делать не буду. Потому что это очень дорого. Стоимость инструмента просто вырастет. Намного. Вот. А вот выявить огрехи. И их исправить. Это да. Но. Это будет все отмечено. И на видео сделано конечно. Где сколько там биений. Где какие отклонения и так далее. Ну всё. Всё да. Пока всё. Всё.